Личный прием в режиме онлайн – это не дань моде, а ограничительная необходимость. К ответам на вопросы глава Рязанской администрации Елена Сорокина подготовилась основательно и добавила в конференцию своих замов. В один из первых вопросов сразу включились практически все. Во-первых, это было предложение потенциального инвестора. Во-вторых, тема оказалась эксклюзивной. Алексей Александрович, здравствуйте. Слушаем вас. Я к вам с таким предложением. Я представитель компании на самокате. Это прокат электротранспорта, это шеринг электротранспорта в городе. С таким предложением, чтобы поставить электросамокаты в городе Рязани. И просим вас предоставить велопарковки для размещения этих электросамокатов. Электросамокаты – транспорт нового поколения. Но заинтересует ли рязанцев эта тема, вопрос пока до конца не изучен. Будет ли это повсеместно или в отдельно взятом пилотном районе – неясно. Поэтому мэрия, конечно, за новые технологии, но более подробный бизнес-план явно подвинул бы отношения власти и бизнеса в практическую плоскость. Все документы коммерсант обязался предоставить в ближайшее время. А вот у общественной организации «За права женщин России» такой бизнес-план уже есть, нет помещения для обустройства там кризисного центра для жертв насилия в семье. Совещание было недолгим. Городские власти предложили общественницам нежилое помещение в 240 квадратных метров. Устроило всех. Благодаря главе администрации Сорокиной Елене Борисовне можно провести эфир, даже несмотря на ситуацию в стране. Ковид и так далее. Благодарим за содействие, за оказание помощи в нашем вопросе. Центры помощи жертвам семейного насилия женщины намерены открыть во всех районах Рязанской области. Для этого, конечно, нужны спонсоры, но с активной помощью городских властей, говорят женщины, проблем с этим быть не должно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».